я хочу видеть как ты дышишь покажи мне как ты дышишь секс он за бич прям подписчикам и гостям я джетли и сегодня я вам расскажу в связи с тем что я перехожу на новую точку на месте работы о небольших кринжовых ситуациях которые произошли со мной за последние два месяца работы на точке в табачке в которой я работала и во-первых я начну с того что там были не только кринжовые ситуации но еще и очень прикольные ситуации когда мне оставляли на чай когда мне оставляли всякие штуки интересные когда мне дарили подарки и покупали электроночки кстати смотрите об этом в телеге потому что я туда записывал кружочки и до выступаете в телегу мы там общаемся все вместе и периодически бывает даже весело но самые противные ситуации которые я запомнила это во первых было с каким-то наркоманом который обкурился пришел ко мне и дугу я хочу видеть как ты дышишь покажи мне как ты дышишь что чего и такая как дышать я не понимаю я забыла как дышать как я дышу для понимания ситуации где находится . на которой я бы работала это площадь трех вокзалов т.с. московский до минус первый этаж какой там контингент очень многие кто живет в знают но и те кто просто приезжает в москву на площадь трех вокзалов там короче и бомжи и наркоманы и пьяницы и кого там только нет в общем можно вообще кого угодно встретить в общем как-то раз приходит значит ко мне какой-то наркоман вот так вот встает на витрину на руками облокачивается и говорит покажи мне как ты дышишь я хочу видеть как ты дышишь к тебе приходила моя сестра и она мне рассказывала что ты ей показывала как ты дышишь ветка чего кого что происходит смысле что вот кто этот мужик что над меня хочет когда он идет самое главное и самое главное купит ли он что-нибудь вообще потому что некоторых людей которые пьяные на их можно развести на электрон очки там на блок сигарет на сигареты просто и все ок но это был какой-то кринж он наверное минут 15 или 20 пытался что-то говорить я не понимаю не понимал вообще что он хочет говорить что он хочет говорить что он говорит у него была такая же бессвязная речь как сейчас моя это было очень стрёмно и я попросила мужика который приходил купить сигареты чтобы он сбегал к охраннику и охранник его вывел потому что я во первых боялась за свои витрины у меня просто на витринах это какое-то помешательство потому что я в девять часов но за час до закрытия новая витрины и не дай бог за этот час кто-нибудь да тронется своими жирнющими руками до моих чистых витрин блин их только что на мыло мне их надо сдавать своему сменщику он может не принять у меня сменочить тупо из-за пятнышка на витрине ну благо у не сейчас меньше такой ну охранник его начал выводить этот уходить не хотела он такой она должна мне показать как она дышит она обещала еще чет там гулять к юмки палки что происходит потом там периодически бомжи хочу какой-то чел бомжа пытался украсть телефон откуда у бомжа телефон как он им пользуется да непонятно вот но факт в том что один бомж у другого бомжа пытался укрыть украсть телефон укрысить телефон и у него это не удалось потому что бабки которые там проходили подняли шум гам охранник там он то ли охранник то ли милиция приехали их в общем разняли у нас там постоянно кто-то спал на минус первом этаже то есть кто-то приходит либо бомж либо пьяный забивается в угол и дрыхнет но это еще нормально мне просто охранники сказали что типа если какая-то такая ситуация ты говори нам и мы их выведем потому что они распугивают людей на нереально распугивают но кто еще больше распугивает людей так это хочу которые выясняют отношения какие-то вот такие специфические личности да которые постоянно выясняют друг с другом отношения там кому-то звонят устраивают какую-то суету пытаются подица в конце концов и это такой эй и ребята вы или покупать сигареты либо кыш отсюда нахер у меня там была ситуация когда я только начала работать с возвратом где были хорошо такие дутые тетки которые хотели под систему без испарителя на минуточку под система это картридж в самом картридже есть испаритель это вот этот фиговина которая собственно говоря когда вы делаете вдох нагревает жидкость и она попадает к вам виде пара в легкие то есть в каждой под системе есть испаритель просто можно менять полностью картридж а можно менять только испаритель и вот эти дамы хотели под систему без испарителя но типа я им продала самую клёвую но там мне это все равно были испарители и они хотели еще чтобы жидкость не попадала на губы кто-нибудь понимает что тут нужно я нет но я им продала самую клёвую под систему которая была в той ценовой категории которые не хотели и они ее вернули и закатили еще скандал то есть там это было в порядке вещей ну такие скандалисты еще некоторые бывают приезжие не в плане то чтобы понаехали в москву не резиновую а в плане того что они не понимают русский язык то есть совсем они английский не понимают они русские не понимают я не понимаю узбекский я не понимаю казахский и никакой язык кроме русского не понимаю понимаете немножко английский но я могу по электронкам сориентировать типа это с малиной с клубникой киви это там еще какая-нибудь или this is sex on the beach если вы понимаете о чем есть такая электронка типа я могу понять американцы который хочет купить у нас электронки или сигареты и лишь от такое что ну что так что то такое что на слуху в принципе нормально воспринимается они вот это ну короче представьте какой-нибудь отрывок из речи которую вы не понимаете и то что человек не понимает сколько он вам должен то есть ты говоришь а там сто двадцать четыре рубля ван хангарин твете по и типа чел тебя все равно не понимает он кладет сотку и смотрит на тебя стоит за ним очередь уже ты говоришь еще двадцать четыре рубля он не понимает просто стоит и смотрит и и все и чего-то и вот чего ты сделаешь не сделаешь извините конечно ничего не сделаешь но это уже не то чтобы кринжовая ситуация это просто ситуация которая у меня была на работе от которой я немножко пригорела там закончилось все тем что какой-то мужик из середины очереди просто доложил от 24 рубля или сколько там было не помню и грубо говорят оплатил часть ему сигарет все еще приходят малолетки и нельзя продавать даже не потому что ты заботишься об их здоровье да и на самом деле вообще насрать просто тебе за это штраф летит у нас по законодательству нельзя до 17 лет курить и почему нельзя курить потому что курение замедляет рост и развитие как бы организма то есть вы можете начать курить лет в десять и потом вырасти грубо говоря метр с кепкой как я но это так это типа для сравнения конечно может там внутренние органы какие-то плохо развиваться или начать расти какая-нибудь опухоль то есть до 18 лет лучше не курить не повторяйте чужих ошибок не курить это 18 лет потом можете курить потом за вас не родители не отвечать потом вы сами за себя отвечаете и у вас сами от себя будете зависеть поэтому после 18 можете делать все что хотите в рамках кодекса рф короче каждая кринжовая ситуация которая у меня происходит я обычно скидываю чат в телеге поэтому подписывайтесь обязательно пожалуйста еще подписывайтесь на этот канал ставьте лайки пишите комментарии и давайте я еще вспомню какую-нибудь кринжовую историю чтобы те кто досмотрел до этого момента не сильно сгорели от того что я выпрашиваю подписку и лайки а еще подписывайтесь на бусти потому что я туда рисую некоторого жанра содержание картиночки просто подписывайтесь если вы хотите меня поддержать я возможно сделаю два уровня поддержки у нас еще была ситуация когда пришел мужик и пытался у меня выпросить телефон для того чтобы позвонить кому-то там и пока я обслуживала кле обслуживала клиента он просто взял лег на землю и уснул прям перед моим островом просто вот витрина вот вот этот витрина моя да за которой я работаю и он вот тут вот прям лег с бутылкой водки и уснул это гайду и мать как не вас поднимать теперь короче опять пришлось выходить вызывать охранника у меня кстати перманентный уже синяк на коленке вот тут вот потому что я тумбочку выдвигаю коленкой она очень плохо выдвигается из-за этого ее приходится пинать блин чтобы она выдвинулась и можно было выйти из островка это занимает какое-то дополнительное время то есть ты еще должен там ключи взять от туалета ключи взять от кассы с собой взять телефон поставить табличку убрать компуктер чтобы его никто не потому что видимо уже были ситуации когда компуктер кто-то и только после этого максимум на 15 минут ты можешь выйти короче этого мужика тоже поднимали за шкерняк выпинывали буквально на улицу и на следующий день он опять приходит и снова пытается выпросить телефон и откат так вы уже приходили он куда видимо у меня отшибла память и ушел я не понимаю что он хотел сделать моим телефоном может он хотел его украсть опять ну как опять что-то хотел его украсть просто есть люди которые даже зарятся на мой вот этот вот клон анки да он дорогой я говорю это аметист он мне дорог как память и они отменят потому что бывает так что некоторые люди приходят к тебе поторговаться некоторые люди даже за сигаретами приходят по торговаться и пытаются торговать чтобы я им скидку сделала на сигареты представляете ну историю про наушники вы уже знаете кто там на моем канале подписан смотрит каждое видео в общем да мы их проверили они немножечко подделка немножечко паль на поль хорошие единственное что у них слишком сильный сенсор и когда я хожу в капюшоне они начинают нажиматься и звук прекращается типа он прекратился возобновился прекратился возобновился от меня подбежит поэтому я хожу со своими старыми но играть них клёво никакая еще была ситуация кринжовая когда двое узбеков вносили мужика бомжа на коляске в тц и охранник их развернул на лестнице обратно сказал чего вы его сюда тащите потащили обратно я сижу смотрю на это думаю как интересно пожалуй это самое интересное событие за последние полчаса вот еще у нас там на лестнице была такая ступенька которая была меньше остальных и люди постоянно на не спотыкались каждый пятый человек идет и спотыкается ранее короче ребят кто покупает школьникам электронки или сигареты вы конечно снимаете себя ответственность моральную все такое что типа вот вы им купили но потом школьники выкурив на всех одну электронку на 3 500 затяжек за день приходят и начинают качать права типа а чего это у вас электронка такая маленькая типа там заявлено 3 500 но хватает всего на день что-то заявляет я не производитель я просто продавец и я даже не обязана им продавать эту электронку но как не обязана у меня запрет на это плохо им и мне от этого от того что кто-то им покупает но тут как бы понятно что неправильная эксплуатация электронки постоянное курение и и небрежное обращение с ней приводит к тому что электронка быстрее выходит из строя у меня например есть атакер он пару раз падал но я думаю вы найдете что это такое какая-то электронка он пару раз падал и уже через пару дней да ну считать вот если сколько его курил я его три раза зарядила по моему из 2 и у него даже лампочка не мигает он просто перестал тянуться просто лампочка загорается но он не тянется и все это из-за того что я его ронял несколько раз и из-за того что его курила ну из помещения выходя на улицу из улицы входя в помещение что-то такое то есть не давала ему приобрести температуру которая вокруг него внутри себя как это правильно назвать ну опять же неправильная эксплуатация приводит к тому что под и электронки быстрее выходит из строя поэтому будьте со своими подиками аккуратнее соблюдайте инструкции никогда их не выкидывайте точно кринжовый момент про инструкцию приходит мужик говорит мне нужен самый вот толкаем его под за 4000 он такой я у вас оставлю коробку инструкцию заберу только зарядник и под и там как не картриджейте испаритель который к нему пришли мы ему говорим инструкцию обязательно сохраните пожалуйста она вам нужна это самый навороченный под у него и обдув регулируется и степень затяжек и там 5 и 10 его настроить можно как только вашей душе угодно он такой я разберусь и через пять минут приходит такой а как его включить типа мужик пожалуйста вот инструкция сохраняйте ребята инструкцию если у вас волнует судьба ваших подиков даже в некоторых электронках есть регулятор обдува а вы о нем можете даже не знать если не прочитать инструкцию всем спасибо за просмотр подписывайтесь пожалуйста на мой бусте на мою телегу если не хотите на бусте на бусте у меня уже три бустера спасибо им огромное они были в начале давайте их еще раз поблагодарим за то что они на меня подписаны также я уже выпустил альбом он на яндекс музыки пожалуйста слушайте его и пишите ваше мнение тоже в телеге или в комментариях к этому видео на этом все всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения всем удачи всем пока